Плохие дороги, отсутствие воды, канализации. Без поддержки властей сельчанам проблемы не решить. На помощь приходят госпрограммы. Более миллиарда рублей в этом году будет направлено на реализацию федерального проекта «Комплексное развитие сельских территорий». Это строительство, каприбонд объектов социально-культурной сферы, коммуникаций, благоустройство общественных пространств. В то же время жители сел активно участвуют в проектах инициативного бюджетирования. Да, там приходится сфинансировать затраты, зато получают обустроенные территории. Об успешных примерах взаимодействия с властями в Чебоксарском районе в нашем сюжете. Не так давно эти участки земли в поселке Новый Отлашево никто бы и не счел привлекательными для жилья. Ни воды, ни канализации. При этом территории отдали 40 многодетным семьям. Теперь у них появился стимул здесь строиться. Улицы оживились. То тут, то там начали возводиться дома. На обустройство систем водоснабжения и водоотведения было выделено порядка 17 миллионов рублей. Строят их по госпрограмме комплексное развитие сельских территорий. В чистом поле, все же понимают, никто не хочет строиться. Три улицы с поэтичными названиями – Садовая, Сиреневая и Зеленая – обретут необходимые для жизни коммуникации. К строительству подрядчик приступил в начале лета. Компания явно спешит обрадовать местных жителей раньше заявленного срока. Большая часть работ уже завершена, хотя по плану это должно было случиться в ноябре. Смонтированы все водопроводные колодцы. Ведутся монтажные работы по устройству запорной арматуры в колодцах. Примерно 80% работы выполнено. По строительству сетей канализации выполнено почти 90% работ. Смонтированы канализационные колодцы и насосная станция. Проектам предусмотрено, что в последующем подключиться к этим сетям смогут и дополнительные участки. Их выделят здесь же еще 48 многодетным семьям. Не повезло, а добились сами. Радуются преобразованием и жители деревни Аркасыч Боксарского района. В рамках программы инициативного бюджетирования тут построят дороги на четырех улицах. Общая протяженность путей более двух километров. Причем не щебеночных, а асфальтированных. Люди вспоминают, что здесь творилось раньше не пройти, не проехать. Строительством очень довольны. Дороги у нас были грунтовые. Благодаря очень активной позиции наших жителей. В свое время мы построили шебенчатую дорогу. Теперь у нас на днях будет радость, у нас будет асфальтовое покрытие. К программе инициативного бюджетирования в Аркасах обращаются нередко так. В прошлые годы удалось заезды в деревню отремонтировать. В этом году дорожные работы поделены на два этапа. Первый этап попали три улицы, на которых мы сегодня работаем и подрядчики определены. И на следующий этап попала другая улица, это улица Лесна, деревня Аркасы. Также мы на сегодняшний день формируем аукционную документацию и будем определять подрядчика. На все про все уйдет 14 миллионов рублей. Из них 3,5 миллиона софинансируют местные жители. Это 25% от общей суммы. Всего на программу инициативного бюджетирования республика в этом году выделила 675 миллионов рублей. Были поддержаны 862 проекта. Еще больше средств предусмотрено на программу развития сельских территорий Чувашии. Планируется направить 1 миллиард 300 миллионов рублей. Средства направляются на улучшение жилищных условий, строительство, капитальный ремонт объектов социально-культурной сферы, инженерных коммуникаций, благоустройство сельских территорий. Финансирование получают только прошедшие жесткий отбор проекты. При этом все моменты с удорожанием стройматериалов учитываются. Когда документы представляются на конкурс на отбор, то сметная документация, если она, например, в ценах 19-го либо 20-го года, она уже пересчитывается с учетом предусмотренного индекса дефлятора. То есть проекты мы уже направляем все с учетом пересчитанной сметной стоимости на конкурс на отбор. В Минсельхозе обещают, все заявленные проекты реализуют до конца этого года. Средства будут освоены в полном объеме. Наталья Егорова, Екатерина Фомина, Михаил Солин, Вести Чувашия.